Конец декабря. Вся страна готовится к Новому году. Улицы Москвы украшены праздничной иллюминацией, люди толпятся в магазинах за подарками. В один из таких предпраздничных вечеров силовики провели уникальную спецоперацию, продемонстрировав образцовое межведомственное взаимодействие. Для решения важной задачи объединились МВД, СК и даже воздушно-космические силы. Что же это за задача такая? Может быть вопрос национальной безопасности? Нет, все эти прекрасные люди обеспечили декабрьское путешествие к месту прохождения службы для одного единственного человека, сотрудника ФБК Руслана Шеведдинова. Привет, меня зовут Саша Скрыльников, и сегодня я расскажу о так называемом срочном призыве в армию молодого политика. Руслану Шеведдинову 23 года. Последние несколько лет он работает в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, критикует власть, участвует в уличных акциях, занимается антикоррупционными расследованиями, ведет свой канал на ютубе. Одна из главных претензий людей к Единой России – это постоянная ложь. Они обещают, что не будут голосовать за повышение пенсионного возраста, а потом голосуют. Они обещают бороться с коррупцией, но сами постоянно становятся фигурантами расследований. Обещают построить дороги, поднять медицину, улучшить уровень жизни, но не делают для этого ничего. Все в рамках закона, но, как и других активистов, его много раз задерживали. Видимо, предъявить ему было нечего, и Шеведдинова всегда отпускали. Во время одного из последних задержаний власти, похоже, придумали способ временно отстранить его от политической деятельности. Пока Шеведдинов дожидался очередного освобождения в отделе полиции, туда приехал военный комиссар. Возможно, именно тогда кто-то придумал эту сложную операцию по нейтрализации Шеведдинова. Сотрудник ФБК давно судился с военкоматом. Он вместе с адвокатами и сейчас настаивает, что негоден к службе по медицинским показаниям. Уже прошло несколько судов. Последний в Мосгорсуде. Там 23 декабря отклонили его апелляцию. Однако защита активиста, судя по всему, даже не успела узнать об этом решении. В тот же вечер к дому Руслана приехали полицейские и следователи. Дверь в квартиру вскрыли. Парня увезли в неизвестном направлении. Почти сутки никто не знал, где находится Руслан. Следователи, полиция и даже военкоматы никаких комментариев не давали. Только через 24 часа Руслан обнаружился в поселке Рогачево. Буквально на краю света. На северных рубежах России архипелаген Новая Земля. В части ПВО воздушно-космических сил. Сейчас, через несколько дней, уже можно восстановить хронологию этого удивительного путешествия. Еще на прошлой неделе, по словам знакомых Руслана, неизвестные пытались взломать его аккаунт в Телеграме. Эти неизвестные явно были связаны с силовиками, поскольку в их распоряжении был перехваченный СМС-код. Но доступ они получить так и не смогли. Не хватило пароля при двухфакторной аутентификации. Как бы там ни было, в понедельник вечером мобильный оператор Руслана, Йота, отключил его от сети без каких бы то ни было оснований. Он остался без связи. В это же время к его дверям пришли силовики. Они вскрыли замки и забрали Руслана. Из квартиры пропал телевизор. Опять же взлом. Все это заставило адвоката ФБК предположить, что приходили следователи, поэтому юристы отправились искать его в СК. Судя по всему, это был спланированный, отвлекающий маневр силовиков. Как выяснилось позже, Шеведдинова сразу повезли в военкомат. Там его якобы проверили на медкомиссии и признали годным к службе. Из столицы до Новой Земли почти две тысячи километров. Руслан оказался там меньше, чем через сутки. А это значит, что доставляли его по воздуху. Вероятнее самолетом и даже не одним. В сопровождении полиции и военных он скорее всего долетел сначала до Архангельска, оттуда до севера Двинска, и затем спецрейсом и вертолетом до поселка Рогачево. Гражданская авиация туда почти не летает. Получается, что для отправки Шеведдинова в армию потребовались недюжинные логистические расчеты, серьезные денежные затраты, работы десятков госслужащих и силовиков. Только по прибытию в часть Руслан смог позвонить знакомым. Он рассказал, что к нему приставили специального человека, который повсюду за ним ходит, следит и, видимо, охраняет от белых медведей, которые регулярно, кстати, выбираются на Новую Землю в поисках еды. Шеведдинову отдельно сказали, что ему запрещено пользоваться телефоном. Даже в выходные дни, когда обычные солдаты такую возможность имеют. Почему понадобилась такая затратная срочность при призыве, который, по сути, является похищением? И почему организаторы операции решили отправить его на Новую Землю? Было определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности. То есть военкомате так впечатлились профессиональными навыками политика, что решили отправить его в военную часть, где располагаются дивизионы С-300 и даже передовые С-400? Похоже, что нет. Обычно до прибытия в часть солдат проходит учебку и приносит присягу. Из-за необычайной скорости у Шеведдинова не было ни того, ни другого. Ему даже не вручили повестку после решения Мосгорсуда. Похоже, что Новую Землю выбрали исключительно из-за удаленности от Москвы. Видимо, для Шеведдинова этот год службы будет ссылкой на север, который ему устроили в наказание за его политическую деятельность. Хотя я, конечно, надеюсь, что он вернется быстрее. Помимо тягот жизни на севере, где 90 дней в году не заходит солнце, а еще 70, полярная ночь, Шеведдинов не сможет общаться с друзьями и коллегами по ФБК. Увидеться с ними он тоже не сможет. До архипелага гражданским добраться очень сложно. Тем не менее, акции в его поддержку уже начались. На следующий день после призыва, который больше похож на похищение, в Москве, Питере и других городах прошли уличные акции в поддержку Шеведдинова. Его адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда и добиваться освобождения Руслана от так называемой службы. Решение этих вопросов политик будет дожидаться на новой земле. Принудительная и экстренная отправка оппозиционеров в армию в современной России осуществляется не впервые. Впервые отправляют так далеко. Обычно жизни и здоровью таких солдат ничего не угрожает. За ними особый надзор. У Шеведдинова, напомню, личный сопровождающий охранник, он же аналог надзирателя. Самое позднее, через год, Руслан вернется в Москву. Но я надеюсь, вытащить его удастся гораздо раньше. А прямо сейчас тот, кто придумал эту спецоперацию, наверняка очень доволен собой и своим чувством юмора. Мол, смотрите, как далеко мы этого ФБКшника завезли. Пусть коррупцию у белых медведей изучает, но мне случившееся не кажется ни смешным, ни остроумным. В той же Америке, на которую так любят пенять чиновники и пропагандисты, служба в армии – трамплин для любой политической карьеры. А у нас, сторонними этих неизвестных шутников по власти, армия превращается то ли в очень дорогое туристическое агентство со специализацией на экзотических направлениях, то ли в аналог следственного изолятора, во внутреннем дворе которого неугодные политики могут прогуливаться между зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400. Мне кажется, вся эта история в первую очередь позорит и армию, и саму власть, которую все это придумала. А как думаете вы? Напишите в комментариях свое мнение, мне будет интересно его узнать, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Свободу Руслану Шеведдинову!